Заполярный район может расторгнуть контракты на строительство объектов с недобросовестным подрядчиком. Речь идет о компании Леро. Такое непопулярное решение – это крайняя мера. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, после разговора с генеральным директором подрядной организации, которая состоится 15 марта, станет ясно, в каком направлении двигаться дальше, а главное, когда долгострои будут изданы в эксплуатацию. Сегодня за компанией Леро тянется череда не сданных вовремя объектов. Это дома Воми, Каратайки и, конечно, школа в поселке Красное. Последний объект – новое здание для красновских школьников подрядчик сдает уже третий год. Очередная встреча с генеральным директором. У нас здесь на 15 марта намечено, будем что-то определяться. Один из возможных вариантов решения – это расторжение нескольких контрактов. Но по результату встречи будем смотреть, как поступать. А кто их будет достраивать? Если бы все было так просто с расторжением, мы бы уже, наверное, давно расторгались. Именно в этом и проблема. Это опять конкурсы, это пересчет смет, это новые деньги и новые сроки. Поэтому это решение так сложно дается. Но посмотрим. Вчера у нас был долгий разговор с генеральным директором. Он обещает все достроить, но эти обещания уже всех достали. Посмотрим. Пока школьники и педагоги поселка Красное ждут новую школу, в Нинницком округе идет подготовка к профессиональному конкурсу среди работников образовательных организаций «Профессионал года-2017». Конкурс будет проводиться по пяти номинациям. Это руководитель года, воспитать человека, педагог-психолог, сердце отдаю детям и преподаватель года. По информации Виктора Ильина, руководителя Департамента региональной политики в Нинницком округе завершился прием заявок на доставку дров оленеводам. Департамент региональной политики принял 363 заявки из 762 оленеводов и чумработниц региона. Некоторые хозяйства вообще не заявились на получение дров. Это такие, как Харп, Путилича, Дружба народов, Красный Октябрь. Компания завершена. Напоминаю, что софинансирование – это 200 рублей за кубометр дров. Вместе с тем в Нинницком округе продолжается реализация проекта «Социальная электронная карта». По информации советника губернатора Сергея Свиридова, с 1 апреля 2017 года бесплатное обеспечение детей, проживающих в Наринмаре и посёлке Искатели, специализированным питанием будет осуществляться по электронным картам. Чтобы получить социальную электронную карту, необходимо обратиться либо непосредственно в МФЦ, либо через региональный портал госуслуги. Хотелось бы отметить положительный момент. На сегодняшний день, чтобы получать данное питание, необходимо рецепт получать ежемесячно. С переходом на социальные карты рецепт необходимо будет получать раз в полгода. В перспективе предлагается привязать к карте и другие меры социальной поддержки населения Нинницкого округа, а затем и полностью перейти на электронные социальные карты. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.